Добро пожаловать на наш канал! Спасибо, что вы с нами! Мы продолжаем читать духовные наставления святых отцов и служителей Русской Православной Церкви из дневника архиепископа Никона Рождественского. Архиепископ Никон, духовный писатель, миссионер, в течение 25 лет был редактором духовно-просветительского издания «Троица Сергиевой Лавры. Троицкие листки». Наблюдая все, что вокруг нас, да и во всем мире совершается, внимательные к судьбам Церкви Христовой и к делу своего спасения Сыны Церкви со страхом помышляют. Не близок ли уже последний день мира, последний страшный час суда Божья? В самом деле, примите во внимание хотя только последние 20-30 лет, как оскудела вера наша, сколько от падения Церкви Православной. Какое дерзкое издевательство над нею и в печати, и в обществе, и в безбожных выходках против святого и священного. И опять-таки, больше всего против Церкви со стороны потерявших и стыд, и совесть, и страх Божий, и страх человеческий, разных хулиганов, не уличных только пьяниц, но и носящих приличную одежду, якобы интеллигентов, считающих признаком прогресса, издевательства и цветынями нашего верующего сердца. О любовь. Никогда столько не говорили о любви, как в наше время, всякого либерализма и гуманности. И никогда так не попирались те начала, на которых зиждется истинная любовь. Любовь на устах, а корысть на сердце. Требуют любви к себе и равнодушны к другим. Любят, то есть ласкают и льстят только тому, кто полезен. И отвращаются от того, кто истинно нуждается и заслуживает помощи и любви. Посмотрите, пороки же так умножились, что стали общим тоном жизни, заурядным явлением, тогда как добродетель, даже самое легкое, как помощь брату и соседу, становится как бы исключением. А за пороками следуют бедствия. Да нужно ли о них говорить? Их тяготу волей и неволею ощущает каждый из нас. Остается проповедование Евангелия всем народам. Еще ветхозаветный пророк сказал, во всю землю и задевещание их, и в конце вселенная глагола их. И эти слова сами святые апостолы к себе применяют. Мы, люди последних времен, видим поразительное исполнение сих словес пророческих. Более 30 лет я имел счастье быть во дружеской переписке с почившим в Бозе равноапостольным мужем нашего времени, архиепископом Николаем Японским, основателем Православной Церкви Японии, причисленного к лику святых как просветителя Японии. В своих письмах поведал я ему свои скорби о положении православия на Руси, а об опасностях ему угрожающих, словом о том всем, чем болеет наше пастырское сердце. И вот что он написал мне 10 ноября 1909 года. Обечалился я очень, прочитавши теневую часть вашего письма. Грозные тучи ходят над бедной Россией, и без причины многие думают, что близок конец мира. И так далее. Вы в самом центре разгоревшейся битвы, и сами получаете раны. Как не страдать вам, не исходить кровью вашему сердцу, и как удержаться от крика боли, но окиньте взором пространство мировой истории от Адама до ныне, когда же были времена вполне утешительные. Вспомните, как апостол Павел убеждал Солуня на пришествии Господа не спешить колебаться умом, что, хотя тайны беззакония уже деятся, но кончина не теперь, но когда и проповедано будет сие Евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Что яснее и вернее, а также утешительнее сего указания. Еще большая половина языков вселенной даже не слышала Евангелие царствия. А и слышавшее разве достодолжно усвоило его? Разве у европейских народов Евангелие проникло до глубины сердца? Нет. Оно еще на поверхности их душ. И это потому, что западные народы слушают Евангелие, затемненное извращениями католичества и протестантства. Россия слушает всесветлое Евангелие непросветленным, еще невежественным, неразвитым умом и неуглубленным сердцем. Разве для того Бог сходил на землю и сам изрек людям учения, чтобы оно в скорости же явилось в потемненном виде католичества и протестантства? А там, где сияет полным своим светом, только немногие до дна их умов и сердец были просвещены и притворены им. Каков сон святых православной церкви? Масса же более по влечению сердца шла всем свете, ясно не делая себе отчета, каким сокровищем она обладала. В жизни отдельного человека, тем более каждого народа и, несомненно, всего человечества, проходят периоды, назначенные ей Творцом. В каком же возрасте теперь человечество со дня рождения его в новую жизнь? О, конечно, еще в юном. Две тысячи лет для такого большого организма совсем небольшие годы. Пройдут еще многие тысячи лет, пока истины, Христово учение и оживотворяющая благодать Святого Духа проникнут во все члены этого организма, пока все народы и в них отдельные личности усвоят Христово учение и подвергнутся благодатному действию Его. Правда Божья всего требует. В дальнейших письмах архиепископ Японский, касаясь народной жизни, в России пишет «Россия ждет светлое будущее, что она еще не стара, а нам разве не видится вдали или, по крайней мере, не грезится светлое будущее России? Уже ли Господь создал такой многочисленный народ и вместе такое необъятное тело Церкви только для того, чтобы отдать его на съедение червям? Разве Россия уже развила все силы и таланты, заложенные в ее организме, и жила их? Нет. По всем признакам она – молодое историческое тело, возрастающее на смену стареющим организмам. Думать иначе было бы хулою на промысел Божий. Тогда отчего же и мрачно смотреть? Молодому организму свойственны разные болезни, и кори, и оспы, и расстройство желудка от незревых или несвежих плодов, и ушибы, и поранения, и разное другое. Все это и есть ныне с Россией. А прежде разве этого не было? Или было меньше? Полноте. Несколько в другом роде, но, пожалуй, было и побольше. Припомните так близкие к нам времена еще барщины, с ее жестокостями, ее безнравственностью, ее бесшабашным произволом. Бросьте взор дальше, когда собак называли именами патриарха, а дальше на беспросветной татарщины и беспрерывной эгоистической распри князей. Когда же было лучше? Да не когда. Если сложить сумму добра теперь под лучами Божьей благодати, разлитого по всему миру России, и сравнить сумму такого же добра, какого хотите, периода прежних времен, то, наверное, скажется теперь значительный перевес, как и подобает возрастающим организме. Архиепископ Никон Рождественский. Выписка сделана из церковных ведомостей за 1914 год. Номер четвертый. Спасибо всем за просмотр и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова